Эфир телеканала ОТС продолжает программу. Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с сюжета о многомиллионной налоговой афере. Часть истории мы уже рассказывали в прошлых выпусках, когда Фемида решала судьбу рядового члена банды. Сегодня прокуратура заявила, что на днях перед судом предстанут фигуры более весомые. Речь о нелегальной продаже леса за рубеж. По версии следствия, компания предприимчивых дельцов на протяжении 8 лет наживалась на контрабанде, параллельно обманывая налоговую инспекцию. Фигуранты предлагали иностранцам помощь вывозе лесоматериалов за границу в виде документального оформления заведомо незаконных внешнеторговых операций. В основном их клиентами становились предприниматели из Средней Азии. Именно туда и уходили природные богатства нашей страны. Злоумышленники организовали от имени аффилированных юридических лиц экспорт якобы приобретенных ими на территории России лесоматериалов и их документальное сопровождение. Однако таможенные декларации содержали заведомо недостоверные сведения производители, отправители и получатели товаров. Согласно материалам дела, группа помогла вывести леса примерно на 2 миллиарда в рублевом эквиваленте. С каждой сделки комбинаторы имели прибыль в виде возмещения налога на добавленную стоимость. Причем злоумышленники были прямо заинтересованы в росте объемов незаконного экспорта древесины. Ведь чем солиднее контракт, тем больше они получат компенсацию НДС. По оценкам правоохранителей, всего таким образом махинаторам удалось заработать более 250 миллионов рублей. В списке обвиняемых оказались сразу 7 человек, в том числе руководители преступной корпорации. Однако первой под суд пошла рядовая исполнительница, жительница Томска Татьяна Ракипова. Ракипова занималась непосредственно оформлением и как раз перемещением данных стратегически важных ресурсов, как это правильно называется, через границу Российской Федерации. Две недели назад дело Ракиповой рассмотрели в особом порядке. Защита настаивала на том, что женщина, выполняя указания руководства, просто трудилась за зарплату. Тем не менее, Фемида посчитала ее виновной в многочисленных эпизодах особо крупного мошенничества и контрабанды. Приговор 4,5 года колонии. Теперь Зайльцовский суд займется еще четырьмя фигурантами, среди которых есть предполагаемый лидер. Хотя основатель бизнеса успел сбежать за кордон, как и его ближайший помощник. Оба персонажа сейчас в международном розыске. Леонид Лишенко, Александр Егоров, экстренный вызов. На станции Инская полицейские поймали сотрудника транспортного предприятия. Мужчину заподозрили в краже горючего. Оперативники выяснили, что 46-летний машинист сливает топливо из баков тепловоза. И делает он это весьма изобретательно через технологическое отверстие, которое предназначено для проверки уровня ГСМ в емкости. По некоторым данным, таким способом фигурант похитил 500 литров дизельного топлива. Возбуждено уголовное дело. К другим темам. Неудачная шутка студента привела к массовой эвакуации жильцов общежития ПТУ в Куйбышеве. К месту прибыл усиленный наряд МЧС, поскольку в опасности могли оказаться дети. Но к тому моменту сторож уже успел вывести всех подопечных на улицу, а это 200 человек. Первый расчет обследовал комнаты и выяснил, произошел ложный вызов. Сами студенты в приватной беседе пояснили, что скорее всего кто-то хотел ночью выйти из общежития, но двери были на замке. В колледже началась проверка. Хулигана ищут полицейские. Это большое количество детей. Это спящие дети, потому что время было уже 12 час. Это четырехэтажное здание, то есть эвакуировать нужно было. То есть в реальных событиях это было бы затруднено, а в реальных событиях могло бы быть все хуже. Ну, слава богу, конечно, что дети просто поиграли, но, конечно, виновники все-таки будут привлечены к административной ответственности за ложный вызов пожарной охраны. Алкоголь зло наглядно подтвердил очередной транзитный пассажир в Толмачево. Житель Пермского края настолько перебрался спиртным, что начал угрожать полицейским. Дебошира пришлось заковать в наручники. 1,52 промилле никак не давали пассажиру четко сформулировать мысль, чтобы занести ее в протокол. Нетрезвого буяна несколько раз приходилось закрывать в камере для успокоения. Судя по всему, сон на пользу не пошел. Однако за время передышки полицейские успели выяснить некоторые подробности жизни нарушителя. Мужчина возвращался домой в Пермь. Вахта, проходившая в Иркутске, подошла к концу и, похоже, он это активно отметил. Кстати, раньше пассажира уже привлекали за применение насилия к представителю власти. И вот новое уголовное дело. В ходе личного досмотра подозреваемый, недовольный тем, что его задержали, стал оскорблять несознанную броню сотрудника транспортной полиции. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Силовиков сегодня подняли по сигналу тревоги. В области начались масштабные контртеррористические учения «Метель». Операцию специально провели подальше от областного центра, чтобы проверить быстроту реагирования личного состава. Группа уходит вперед, а ты вот здесь ворота с молодежного, к гаражам, которые идут, вот сюда выставляешь. Один на угол гаражного кооператива, все. Выставляешь одного к шайбе, один на угол шайбы. Этапы занятий разбили на несколько стадий. И задействовали представителей всех структур от пограничников и самих бойцов ФСБ до полиции, МЧС и Росгвардии. Участвовал и гражданский персонал, так как по первой легенде террористы захватили торговый центр на окраине города. Выполнение учебной задачи по локализации чрезвычайной ситуации было затруднено отдаленностью муниципального района от областного центра. В связи с этим руководителем учений принято решение о проведении контртеррористической операции с выдвижением сил оперативного штаба в город Берск. С каждой минутой задачи усложняли, а вводные дополняли новые пикантные моменты. Например, оказалось, что условные террористы разделились и параллельно с ТЦ группа диверсантов взяла заложников в общественном транспорте. По сигналу штурм в автобус вошел спецназ. Однако третья группа злодеев попыталась вызвать огонь на себя, обеспечивая отход основных сил. Другими словами, были отработаны возможные варианты террора в местах массового пребывания граждан. Всех секретов мастерства, конечно, силовики раскрывать не стали, но заметили, что учения прошли на отлично. А естественные шероховатости, возникшие во время занятий, каждая служба непременно устранит. Для этого, собственно, тренировка и проводится. Так совпало, что сегодня тренировались и спасатели. День был выбран не случайно. В область пришли первые морозы. Только представьте, холод, метель, трасса, а водители попали в ДТП. Условия максимально приближены к реальным. Первым делом спасатели извлекают из машин пострадавших и вывозят их в безопасное место. Если дорогу заметет снегом, обычная техника не поможет. Поэтому раненых и замерзших эвакуируют при помощи вездеходов. Для людей уже развернули мобильные медпункты, поставили палатки, где можно согреться. Одновременно с бойцами МЧС работают и коммунальщики. Их задача ничуть не легче. Как можно скорее убрать снежные завалы и оттащить на обочину застрявшие грузовики, чтобы шоссе снова было свободно. Ликвидировать такую дорожную ситуацию непросто даже на учениях. Так что в непогоду водителям лучше лишний раз не рисковать. Выход на мороз, такая ситуация, это практически как выход в открытый космос. Здесь надо понимать и соизмерять риски, способен ты им противостоять или нет. Если есть малейшее сомнение, то лучше этого не допускать и остаться в теплом месте дома. В тренировке участвовали больше ста спасателей и 20 спецмашин. Но в случае необходимости на помощь всегда придут коллеги из соседних городов. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok